Здравствуйте, друзья! Продолжаю делать свой очень мощный турбореактивный суперскоростной самолет. В этом видеоролике, как и обещал, буду покрывать карбоном все, что только можно, все, что только увижу. Планирую начать с воздухозаборника. Да-да, друзья, с того самого, которому было столько много внимания в интернете. Видите, какой красавчик получается. Я его немного модернизировал. Вы, наверное, не заметили в том видео. Здесь у него, видите, как бы немножко остренько получается сзади. То есть сходит на угол. И еще есть некое отделение от фюзеляжа. То есть вот здесь выемка. Причем довольно нехилая на каждом сечении. Все это сделано для улучшения аэродинамики. Итак, приступаем. Для того, чтобы сделать вот эту самую сложную часть, я оставил немножко гибкой углеткани, такую беру на алиэкспресс, ребята. Ссылочку оставлю в описании. Очень она мне нравится. Нравится тем, что сверх гибкая. Можно вот буквально как угодно обводить. Бывало такое, что даже делал с одного листа целый капот на самолет. Ну и здесь примерно та же ситуация. Вот эти вот места придется как-то обрамлять, обходить. И я думаю, вот эта ткань мне поможет. Немного ее осталось. Вот смотрите, как получается. Видите? Раз, раз, раз и она полностью все вот эти вот страшные углы полностью обходит. Но у нее есть свои минусы. Кое-где она прям уж очень сильно истончается, видны просветы и приходится накладывать несколько слоев, чтобы их заполнить. Так что, ребята, если вы думаете, что карбон это какой-то супер дорогой, сверх редкий материал, то это немножечко не так. Я его уже давным-давно в Китае приобретаю. Стоит вполне себе обычных денег. Да, конечно, если вы захотите капоты с него делать, то конечно да. Но тогда вы мне не говорите, что я перевожу этот материал ценнейший. Как-то не так. По итогу заклеил своей любимой красно-белой лентой. Получилась масса около 250 грамм, но здесь будет много обтачиваться, вырезаться. Внутри пенопласта будет выниматься практически вся. Ну, надеюсь, грамм 180 будет весить, не больше. Помнится, я обещал вам показать, что же здесь за палка замурована. Выковыриваю. Получилась очень аккуратная ниша, в которую будет утапливаться руль направления. Он же будет аэродинамический тормоз. При таком подходе будет малое аэродинамическое сопротивление, потому что не будет здесь большого уступа. Будет практически заподлицо. На остатках эпоксидки сделал законцовки. Не люблю я делать все эти круглые вещи. Придется делать за несколько этапов. Сначала вот так закруглил, сразу два слоя проложил. Потом буду внутри что-то проклеивать, когда переверну с обратной стороны. Укреплять ребро. Ну а потом делать с обратной стороны еще два слоя. Хочется уже сделать все эти кругляши, чтобы потом к ним не возвращаться. Многие подписчики просто с болью спрашивают, почему же я сделал именно такой воздухозаборник. Они например раздвоенный, либо расстроенный, либо еще какой-то прилизанный и обыкновенный хорошо работающий воздухозаборник. Не знаю даже, ребята, что вам на это и сказать. Во-первых, как говорится, я художник и я так вижу. Мне захотелось именно так. Понимаете? Хотелось немножко воплотить стиль болидов Формулы-1 в этом самолете. Потому что когда-то мне очень нравился этот вид гонок. Так что будем надеяться, что все будет окей, а я продолжаю дальше. Значит по рулям направления. Конечно не после воздухозаборника будет сказано, но рули направления я сделал очень обтекаемые. Обратите внимание на вот это сопряжение. Видите? Фактически нет никакой щели. Все очень гладко, все очень плавно переходит. Правда с этой стороны немножко не так. Пришлось подвырезать. А для чего, спросите вы? Надо все пояснять. Значит когда-то я уже говорил, что будет реализован воздушный тормоз. А само управление по рысканию здесь не особо-то и нужно. Так что для рыскания я оставил вот такой угол, а для воздушного тормоза вот такой. Поэтому с этой стороны много места. А с этой стороны места практически нет. Я думаю такого угла будет вполне достаточно, чтобы подруливать на посадках. Сейчас загорелся сделать главное, а именно обтянуть весь самолет композитными материалами. Карбоном это нельзя назвать, потому что носик будет из стеклопластика. Я его уже зашкурил. Сначала сделаю низ, а потом вверх. То есть буду делать не так, как раньше сразу все вокруг наматывать. Буду делать постепенно, так оно немножко приятнее. И с вот этой технологией можно реализовать спокойно из кусочков все это дело. Сделаю три слоя вот здесь стеклоткани. Стеклоткани можно очень много накладывать, потому что нос должен быть тяжелый, чтобы уравновесить тяжелый двигатель, который мы установим сзади. Примерно здесь будет место центровки. Спрашивали, как я вычисляю это место. У меня уже был один самолет большой, он и есть. На нем мы очень хорошо все это дело испытали и узнали. Также еще был очень маленький самолет, который в два раза меньше этого. Но он был с винтом, но тем не менее он был примерно такой же. Вообще-то с того маленького самолета и растут ноги всех остальных. Правда, как видите, я фюзеляж изменяю по своему усмотрению. Кили изменяю. А крыло остается с теми же пропорциями и с теми же профилями. Ненавистные законцовки застывают потихонечку. Можно вот сейчас на этапе застывания еще их прилезать, приплющить. И можно будет потом все обрезать и заниматься с обратной стороны. Но пока должно так лежать. Катастрофически не хватает места для раскроя, поэтому подмел веником пол и буду раскраивать прямо здесь. Поехали, здесь и сейчас спокойно можно пользоваться перчатками. Это и удобно, потому что формы довольно гладкие и действительно необходимы, потому что большие объемы. Не знаю, поможет ли мне здесь респиратор чем-то, но надену на всякий случай. Площадь испарения большая. Работы с композитами очень много у меня предстоит. Если буду это делать без защиты, долго не протяну. А теперь я буду делать. А теперь я не думаю, что это, пока не забывайте. Смотри, как надо было. Протяну. А теперь я вот так вот так вот. А теперь я буду готовить. Теперь, чтобы приступить к следующей операции, нужно немного подождать. Приду на следующий день и продолжим. По аппаратуре решил все-таки использовать Taranis вместо аппаратуры Flysky. Хоть она и старая, добрая, надежная, но Taranis более мощная штука. Заказал несколько приемников, уже пришли. Пару профессиональных. Их можно собирать в параллель и они будут ловить сигнал вне зависимости. Откажет один, будет ловить второй. Либо наоборот, также заказал пару дальнобойных приемников. Приемники называются R9. В аппаратуру вставляется дополнительный модуль, который у меня есть дальнобойный. Под эти приемники. Их тоже в параллель можно вставлять. Здесь вот я смотрю, продавец еще доп. антенны положил вот такие. Это очень круто. Ну а это вставленные антенны. Родные стандартные. Но это еще не все, ребята. Что-то я пока что с модулем не смог подружиться. Вот так он выглядит. Это как раз под дальнобойные приемники. До 10 километров у них нормальный рабочий режим. У этих нормальный режим полтора километра. Но это приемники для визуального полета. Скорее всего изначально полет будет визуальный. Ну не скорее всего, а точно. Поэтому они тоже понадобятся. Но это еще не все. Я психанул, друзья, и заказал все-таки Crossfire взрослую версию и приемник к нему. Там что-то типа вообще до 100 километров дальнобойка получается. Это вообще жесть. Ну вот как придет, посмотрим, смогу ли я ума дать всем этим компонентам. Crossfire, кстати, стоил крайне недешево. Я аж ночь не мог заснуть после такой покупки. Ну ладно, уже все сделано. Идем дальше. Составил список того, что еще нужно сделать по самолету. Здесь скорее всего не все. Это так быстренько набросал, но тем не менее на 21 позицию насобиралось. Сейчас буду продолжать оклеивать. Вот эта область уже пот застыла. Тоже неплохая поверхность получается, неплохой переход. Тут есть некоторые тонкости, которые нужно будет решить. Видите, сколько много у меня закладок. Когда я это все заклею, мне станет непонятно, что где. Поэтому сделал шаблон специальный, где все подписал. Можно будет потом прикладывать определенным образом. Но это прикладываться сверху должно. И все станет понятно. Я буду знать, где какие закладки, где под шасси, где под серву, где под кили. Еще желательно отверстия указать, которые я уже сделал. И указать сервопривод, которого тоже здесь нет пока что. То есть это я сделал много раньше. Потому что нужно будет вырезать аккуратно вот эту область, чтобы только она выступала и не затронуть ничего лишнего. Каждодневная операция после застывания смолы. Нужно на следующий день все это дело обрезать и обтачивать. Я в основном обрезаю, потому что оно еще не до конца застывшее и режется ножом. Так как слои тонкие, все успешно получается. Так как дела уже глобальные начинаются, необходимо сделать шаблоны под выкройки, чтобы можно было удобно размечать под разными углами карбон и при этом минимизировать потери на отходы. Получается, буду делать по два слоя с разным перекрытием. Волокна у одного листа будут идти вот так крест-накрест, а у второго под 45 градусов. Все выкройки готовы. Теперь осталось сделать самое страшное- одеть вот эту штуку и целый день в ней проработать, потому что клеить нужно очень долго. Планирую за сегодня закатать весь верх самолета. Это основная работа, потому что буду еще заворачивать углиткань туда вниз. Нижнюю сторону будет оклеить гораздо легче, потому что там просто положить ровные листики надо будет. Вот собственно и всё. Вот эти латки для укрепления мест келя, шасси и вот этой вот всей области. Вы даже себе не представляете, сколько было потрачено терпение на всё это. Каждый лист углиткани нужно равномерно покрыть эпоксидом. Затем всё это дело приклеить, разгладить, обрезать лишние края, завернуть вот здесь вот кромочку. И самым мерзким оказалась наклейка пленки, потому что видите сколько кусочков. Давно я столь сильно не испытывал свое терпение. Целый день этим занимаюсь, а еще нужно обклеить носик. Вон она лежит, стеклоткань. Сейчас этим и займусь. Пока что ушло около 400 грамм эпоксида. Плюс еще даже не весь эпоксид ушел. Здесь вот часть осталась. Сейчас пойдет на носик. Она застывает весьма долго, но при разглаживании пленок очень чувствуется. Чуть-чуть она уже не такая жидкая и всё, начинает плохо выходить воздух, плохо разглаживается, плохо выходит лишний эпоксид с под пленки. Потому что пленка вся в эпоксиде. Здесь осталась канавка на лонжероне. Я всё буду шпаклевать и выравнивать. Сделано это было специально, чтобы получился монолит. Склеилась обшивка с лонжероном. Носик также облепил. Следующий план действий у меня будет завтра. Завтра для меня, не для вас. Потому что надо будет закарбонизировать нижнюю часть. Там всё это делать гораздо проще, потому что носик уже завернутый и, грубо говоря, просто ровные листы нужно положить. Потом нужно будет ждать около трех дней, пока смола полностью полимеризуется. Прежде чем начинать делать какие-то другие действия, зачищать, разрезать. Вот здесь люк выпиливать и прочие манипуляции, так сказать. Ждем следующего видео по самолету. Оно обязательно будет. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть, что будет дальше. Поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...